МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самом разгаре в Бавруйске начался трудовой семестр. Пронесление чувства любви, уважения, прежде всего, к труду. Где будет работать молодежь? Забрал то, что плохо лежит. У жителя Горок изъяли 30 тонн металлолома. Составлен протокол об административном правонарушении. Куда хулиган планировал сплавить нажитое? Природный мир. На пляже санатория имени Ленина высадился десант сотрудников одного из предприятий региона. У нас действительно достойные ребята, работают. Зачем в город съехались газовики со всей области? А также купли-продажа, укрепление связей и сила знаний. По итогам первого централизованного экзамена максимальный результат получили 636 абитуриентов. Какой предмет в топе? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. В длину и вширь и высоту в Бобруйске продолжается масштабная стройка Титовского моста. Сейчас работа кипит над второй частью конструкции. Несмотря на капризы погоды, новая переправа растет со скоростью 26 сантиметров в день. Семь монолитных опор уже возведены. Смонтированы все железобетонные балки. Это около 800 тонн металла. Специалисты планируют к августу соединить устою надвижкой и начать укладку полотна. Вторая очередь строительства находится на готовности 60%. Планируемый срок ввода объекта в декабре 2024 года. Планируем пуск движения в ноябре, числа 9. Дальше будем собирать документацию и ввод объекта произведем к концу года. Безопасность и качество. Первый мост, напомним, функционирует с октября прошлого года. Новое покрытие, хорошее освещение, все удобства для водителей, пешеходов, велосипедистов. Могилевская, Рогачевская, Гомельская. Переправа отвечает сразу за три направления. Параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширятся прилегающие улицы Береговая и Рогачевская. На вес золота у жителя Горок изъяли 30 тонн металлолома. Правоохранители остановили грузовик битком, набитый черметом. Ценный груз водитель привозил без документов. Позже выяснилось, 42-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев собирал его с полей для сдачи в пункт приема вторсырья. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудники милиции изъяли лом черных металлов на сумму более 9 тысяч рублей. В отношении местного жителя составлен протокол об административном правонарушении. Деревянный бум под особым контролем и денежный отток. В мае физлицы Беларуси продали валюты на 118 миллионов долларов. В чем причина? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские предприятия активно наращивают экспорт в Россию, а также налаживают сотрудничество по импортозамещению. Заводы за последний год приросли в объемах поставок в союзную страну по различным позициям товаров и прорабатывают новые контракты. Кроме молочной продукции и тракторов, в почете газовые баллоны, счетчики, огнетушители, товары народного потребления. В мае физлицы Беларуси реализовали валюты на 118 миллионов долларов. В то же время отечественные предприятия стали чистыми покупателями. За первые полгода показатель превысил продажу на более чем миллиард зеленых. Это свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране и доверии бизнеса к отечественной экономике. По итогам первого централизованного экзамена максимально возможный результат в 100 баллов по профильным предметам получили 636 человек. Больше всего лидеров в математике – 248. Не смогли справиться с работой 64 выпускника. Абитуриенты, которые не приняли участие в ЦЭЭ, имеют возможность пройти его в резервные дни. Спрос на деревянные дома в Беларуси вырос в четыре раза. В прошлом году лесхозы продали 10 готовых комплектов. За пять месяцев текущего – уже 16, 27 на стадии изготовления. Отечественное хозяйство начали выпускать четыре вида полноценного жилья из древесины. Цена самого маленького – примерно 20 тысяч рублей. Кроме того, жители республики активно приобретают беседки и бани. По 15 сентября в республике проводятся мероприятия в рамках специальной программы МАК. Работа сотрудников подразделений по наркоконтролю и других служб будет направлена на уничтожение наркосырьевой базы растительного происхождения, а также выявление фактов незаконного оборота дурмана. Пора настала. В городе прошла торжественная линейка, посвященная третьему трудовому семестру 2024. На открытии собрались около 130 бойцов. Ребята из Центра дополнительного образования детей и молодежи Росквит подготовили выступления. Командирам отрядов вручили путевки. Руководство города, в свою очередь, выступило с наставлением. Завтра они станут у руля нашей страны. Они будут возглавлять трудовые коллективы, учреждения, даже в каких-то бригадах работать. Все равно важно, чтобы у них это пронеслось, пронесление это чувство любви, уважения прежде всего к труду. Ради поколения старшего. И дай бог что задумывается, что им надо передать поколению следующему. Первый раз вступил, буду работать впервые, поэтому ожидаю чего-то грандиозного, принести какую-то пользу обществу, поработать, получить какой-то трудовой стаж. Я представляю отряд оздоровительного лагеря «Мечта», в который я поеду не в первый раз. Мы там готовим, помогаем, а также у нас есть развлечения, спорт, какие-нибудь мероприятия, ну и всего тому подобное. Это дает возможности как-то развиваться в своей профессии и набираться опыта. У молодежи есть уникальная возможность с пользой провести летние каникулы, проявить себя и заработать. В Бавруйске почти тысяча человек трудятся на своих первых рабочих местах, а это около 60 коллективов. Не зарастет нас сердце рано. На территории нашей страны более 60 мемориальных комплексов. У каждого из них своя история. Деревня Борки в июне 42-го повторила печальную участь Хатыни. На неделе делегация Хабаровского края познакомилась с потенциалом региона и прикоснулась к истории. Сожженные нацистами в годы оккупации населенные пункты – наша общая трагедия. Она до сих пор болит и кровоточит. Выжить в косре смерти, раскаленном гитлеровцами и их пособникам, удалось немногим. Однако есть те, кто выстоял. Для того, чтобы рассказать нам, современным поколениям белорусов, война – это трагедия, что этот ужас больше никогда не должен повториться. В часовне гости почтили память воинов и всех, кто погиб во время Великой Отечественной. Сестра Хатыни – деревня Борки Кировского района Могилевской области. 15 июня 1942 года здесь прошла одна из самых крупных карательных операций нацистов на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Элементы мемориального комплекса, воспроизводящие ужас трагедии в Борках, выстроены в цепочку скульптурных композиций. «Беларусь – скорбящая мать», застывшей у пустой колыбели, лишенной карателями детей и будущего. На этой сельской улице больше нет домов, только фрагменты их обугленных стен. Оставленные вещи – символ внезапно прерванной мирной жизни и беззащитности перед человеческой жестокостью. Бремна – свидетельство людей, переживших ту страшную трагедию. «Меня эмоции переполняют. Я понимаю, насколько правильно вы сейчас делаете, что такие комплексы ставите для того, чтобы люди видели это все и чтобы никогда больше в жизни такие события не повторялись. Потому что война – это действительно самое страшное, что может быть на Земле. И людям обязательно нужно знать, и детям, и всем, чтобы такая ситуация больше не повторилась». В пространстве разрушенного сарая разворачивается композиция, напоминающая огонь и дым. Образ разъяренной стихии, в которой находятся живые люди. Мы не можем представить себе их страдания, но в своем сознании мы ощущаем ужас той трагедии. Перед нами предстают фигуры жертв, приговоренных к мучительной смерти. «Меняйте!» 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 Черный колодец, полный слез, место скорби и памяти о замученных детях, брошенных живыми в источник. Круги на воде, следы слез, застывших навсегда. «Если мы не будем посещать такие мифта, то человечество в скором времени забудет о тех страшных событиях». В Беларуси, где во время Великой Отечественной погиб каждый третий, бережно сохраняется историческая память о тех огненных годах. Такие святыни не просто алтари, почитания погибших. Они вечное напоминание всем нам, как важен, как бесценен мир. Завершилась экскурсия по Могилевской области в прославленном хозяйстве не только региона, но и страны. Могилевская область и Хабаровский край уже налажили на сегодняшний момент определенные отношения. Они просили показать, как в области проводится мелиорация земель, как в области развиваются производства продукции жертвоводства, в частности молочное производство, ну и овощи, и фрукты их закрытого грунта. Рассвет в свое время гремел на весь Советский Союз. Передовик, лидер, новатор. Поговаривали, на 13-ю зарплату в колхозе можно было купить «Волгу». Сейчас открытое акционерное общество – одно из флагманов агропромышленного комплекса. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Энергии будущего, идеи молодых. В Бобруйске стартовал двухдневный фестиваль работающей молодежи предприятия «Могилев Облгаз». Более 70 участников из всех структурных подразделений области 7 и 8 июня на базе санатория имени Ленина будут выяснять, кто самый веселый, умный и креативный под девизом «Делай всем сердцем». Волейбол, квартир, не квизы. Старт фестиваля прошел максимально открыто на свежем воздухе на берегу Березины. Это наша гордость нашего предприятия. У нас действительно достойные ребята работают и занимаются спортом, пропагандируют это, учат нашу молодежь, ту, которая сегодня собралась здесь, вот этим вот красивым играм. Сегодня хозяйство делает отдельную ставку на молодежь, будущие страны и предприятия, а также на перспективы, которые будут через 10-20 лет. Мастер-классы, медийные встречи, презентации помогают быть максимально открытыми, налаживать взаимодействие, чтобы вместе создавать что-то новое. Сам себе хозяин. Реально ли открыть дело мечты и не прогореть? Как научиться грамотно распоряжаться своими финансами и окупить все вложения? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо! Счастливо!